Николай Павлович – человек веселый. За шуткой в карман не лезет. Говор выдает в нем уроженца Уральского региона. На север приехал в 1994 году. Из села Свердловской области попал в поселок Тазовский. В то время, когда был молодым, скажем так, маленьким, у меня просто была мечта стать водителем. Ну, встал, встал. А то, что попал на север, жизнь заставила, скажем так. В «Газпромдобыче Ямбург» Тарасов трудится с 1995 года. До 1999 работал на вахтовке в Тазовском. А потом перебрался на Заполярку. Тогда здесь не было ни асфальта, ни теплых боксов для автомобилей, неуютных общежитий. С 1999 года Николай Павлович трудится на АКМ-ке – модификации вакуумных машин для сбора различных жидкостей. Его «Урал» работает на объектах всех филиалов «Газпромдобычи Ямбург», дислоцированных на Заполярном. Например, отработанное масло везёт на утилизацию в управление материально-технического снабжения и комплектации. А после парапарки автоцистерна может понадобиться на очистке канализационно-насосной станции на газовом промысле. «Омолоделся коллектив нашего общества. Таких водителей осталось не очень много. В основном сейчас люди уходят на заслуженный отдых. И таких водителей очень мало осталось. Вот в 10-й колонии, вот он один из самых опытных. Он ещё начинал, когда АТП было при НГДУ, когда этот автомобиль работал в двухсменном режиме. Сейчас такой необходимости нет. Работает он в односменном режиме, но ежедневно на линии без выходных. И без этого автомобиля нам никуда. Потому что раз есть производство, значит есть и отходы. А если есть отходы, надо их утилизировать». Мастерство приходит с опытом. Управляться со спецтехникой сложнее, чем с обычным автомобилем. «Это уже конечный результат. То, что мы уже откачали всё. Это канализационные стоки. Сюда мы их сливаем. Это всё уходит на кос, на посёлок. Всяко было. И облитый был, и всяко было. За столько лет. У меня даже мастер был один облитый. Кран закрыл, не подождал, что там слилось. Шланж сдёрнул, пожалуйста. Или кран забыл закрыть. Тоже самое ошибся. Всякая работа есть свои нюансы». Как правило, водители закреплены за конкретным автомобилем. Они не только эксплуатируют транспортное средство, но и следят за его состоянием. И хотя серьёзными ремонтами и техобслуживанием транспорта занимаются слесари ремонтно-механической службы, машина может много рассказать о своём владельце. «По нему вообще вопросов никогда не возникал. Очень ответственный педантный человек, который следит за своей техникой. Всегда опрятная, всегда в порядке. Если какие-то возникают даже моменты, он сам постоянно принимает участие и в ремонте, и в то. Поэтому очень ответственный, хороший человек». На своём Урале Николай Тарасов работает третий год. До этого у него была 19-летняя машина. А в нынешнем году пришла на Заполярку новая автоцистерна. В соответствии с духом времени она работает на газомоторном топливе. Сейчас агрегат на техобслуживании и в скором времени выйдет на линию. Николай Павлович уже познакомился с новинкой. «Да, машина нормально. Скажем так, нормально качает, всё хорошо. Ну, зима покажет, скажем так. Летом это всё хорошо, а зима даёт своё. Даже, скажем, на этой вот, когда работаешь зимой, вот с тридцатник, до тридцати нормальная работа, а после тридцати уже всё замерзает. Она работает как деревяшка, скажем так». Хороший водитель – это не только профессионал, но и психолог. Работать приходится с разными людьми в разных условиях. На каком бы объекте ни трудился Николай Павлович, он всегда откачает так, что заказчику будет приятно. «Для меня в моей работе самое главное сделать работу, чтобы заказчик был доволен. С его стороны и мне хорошо. Вот это для меня самое главное». Мир за лобовым стеклом сильно изменился, но основные установки Николая Тарасова незыблемы. Будь хорошим человеком и станешь хорошим водителем. Алексей Базарнов, Эдуард Баркалов. Заполярное месторождение.